Далее мы поговорим об ударах ногами в верхний уровень, в голову. Этот удар называется хай-кик. Ударная поверхность в этом случае, как и в прочем, и всегда в муай-тай, это голень. Стоит ли говорить, что удар с проносом, нанесенный голенью в голову, опасен? Он смертельно опасен, поэтому мы должны быть очень внимательны в защите, чтобы не пропустить его. Посмотрите, как технически правильно наносится хай-кик, как правой, так и левой ногой. Также хай-кик можно внести в прыжке, что делает его еще более опасным. Следующий удар, о котором пойдет речь, это тип. Тип – это прямой удар ногой. Он наносится как правой, так и левой ногой и поражает как нижний, средний, так и высокий уровень. Все зависит от конкретной ситуации. Очень эффективен тип в область бедра. Этим ударом обычно идет разрушение атаки противника. Мы останавливаем его и выводим из баланса. Также хорошо наносить тип в область живота. Здесь лучшая цель – это мочевой пузырь, хотя хороший тип опасен в любое место. История знает множество нокаутов от типа в корпус. Очень тяжелые посредствия вызывают тип, нанесенный в сердце. Когда вы наносите тип, то надо помнить, что живот в момент удара должен быть напряжен. Также, к примеру, если вы бьете левой ногой, то левая рука уходит в отмах, а правая защищает голову. Если наносим правый тип, то правая рука идет в отмах, а левая страхует голову. Очень неприятен тип, нанесенный в лицо. Удар наносится прямо, очень остро и может нанести серьезную травму вашему противнику. Никогда не наносите тип в лицо на тренировках своим товарищам. Это дурной тон в муай-тай, да и может покалечить вашего друга. Еще один вариант типа – это боковой тип. Очень сильный и жесткий удар, а-ля Брюс Ли. Пробивается чаще всего навстречу, либо с места, либо с шагом. Посмотрите, здесь важен разворот в тазобедренном суставе. При правильной технике выполнения удар очень сильный, и от него крайне сложно защищаться. Теперь настало время показать вам необычные и обманные удары в муай-тай. Начнем вот с этого замысловатого удара. Мы вводим в заблуждение соперника финтом, всем своим видом показывая, что наносим круговой удар – лоу-кик или миддл. А сами резко меняем траекторию и атакуем голову с другой стороны. Удар очень сложный и требует тщательной отработки для успешного применения. Следующий удар – это удар ногой с разворота. Удар очень опасный и может при правильном и своевременном исполнении причинить сильный урон. Обычно удар ногой с разворота бывает двух видов. Первый вариант – это когда мы наносим удар в средний уровень тела. Если речь идет о правше, то главной целью является печень. Чтобы атаковать результативно, лучше всего отвлечь левой рукой внимание противника, а самому атаковать ногой. Другой, не менее популярный вариант удара ногой с разворотом – это удар в голову. Выполнить его сложнее, нежели в корпус. Но при хорошей тренировке вы можете рассчитывать на успех. Ведь в случае четкого попадания нокаут неизбежен. Минус этого удара в том, что хоть на короткий миг, но вы поворачиваетесь к сопернику спиной. А это, сами понимаете, не очень хорошо. В любом случае, этот удар не стоит использовать часто, чтобы соперник не привык и не предпринял контрдействия. Лучше всего выждать подходящий момент и разящим ударом закончить бой. Отличный и очень эффективный удар ногой, когда мы показываем лоу-кик и после резко переводим удар в голову. Здесь самое главное – своевременность. Лучше всего, если вы несколько раз попали сильными лоу-киками в бедро противника, и ему больно. В очередной раз, собираясь атаковать лоу-киком, мы отвлекаем противника. И он верит, что вы будете бить в бедро. Начало удара. Нога стартует, и где-то посередине пути вы резко переводите удар в голову. Очень хороший, обманный удар, и он очень здорово проходит в бою. Очень самобытный и чисто тайский удар ногой с упором на руку. Его с большим успехом практикует мастер муай-тай Сэйн Чай. Удар известен как хос-кик. Хорош тем, что противник никак не ожидает от вас таких действий. И если вы попадете этим ударом в голову, то все будет закончено. Достаточно сложный удар, и его очень непросто применить в бою. Но если вы будете усердно тренировать его, то без сомнений, вы добьетесь успеха. А вот этот удар очень сложный на вид. Называется торнадо. Мы делаем вид, что бьем одной ногой, а на самом деле совершаем маховое движение, благодаря которому мы заряжаем удар другой ногой. Также придает энергию удару то, что бьющий человек крутится вокруг своей оси. Получается сильно и очень неожиданно.